Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня с вами Катя Васильева. Ой, не понравится вам сегодня, не понравится, но мы называем вещи своими именами. Сегодня мы знаем, что на моем канале мы вообще, в моей группе мы говорим то, что мы думаем. Мы всегда с уважением относимся к друг другу и ко всем нашим чувствам. Поэтому вот, вы все знаете, что я уважаю вас, я люблю вас, я уважаю ваши чувства, я вас прекрасно понимаю. Но сегодня будет немножко критики. Критики, исходя из любви и понимания. И может быть, знаете, иногда бывает носом в реальность вот так вот тыкнуть, правду сказать очень многим помогает. Поэтому тема сегодняшняя, пингей, это вы мне уже так научили этому слову, да, это когда нарцисс, оставив вас или уже у вас закончились давно отношения, и он все равно к вам возвращается. И вы вот спрашиваете, и сколько он будет возвращаться, и как долго, и зачем он возвращается, и так далее. Вот сегодня мы это дело все с вами мы и обсудим. Добро пожаловать на мой канал. Пинги сегодня говорим. Ну да, вот вы меня научили, что пинге, слово в великом могучем русском языке, произошло от английского слова пинг-понг, да, то есть теннисный шарик туда-сюда, туда-сюда. Вот нарцисс ушел, и начинает он нас пинговать туда-сюда этим, как его, или месседжем, или звонком, или вольсмейлом, или сообщением, или приходом и уходом, приходом и уходом. Он создает иллюзию того, что он о вас волнуется, что он хочет к вам вернуться. Вы в это все верите, потому что как же, нам же хочется быть любимыми, да, вот. И больше всего, что сегодня нам не понравится, это когда мы будем говорить о том, как вы сидите возле телефона и ждете его звонка, и ждете его месседжа. А потом вы пишете в группе, как ему не писать, как не сорваться, не позвонить, как не сорваться, не написать, как, вот почему он меня пишет. Он меня пишет, потому что он меня любит, правда ведь? Нет, не правда. Нет, не правда. Во-первых, он не дает вашему сердцу остыть. То есть, допустим, уже ушел на артист, прошло полгода, да. Если бы вы послушали моего света, который я отдаю, полный игнор и блокирование везде. Блокирование везде не для того, чтобы он знал, ой, она меня заблокировала, ай-яй-яй. А для того, чтобы не видеть эти сообщения и не видеть этих звонков, и не видеть того, что он вас пингует. Вообще вам это не надо. Вы знаете, вы его заблокировали, вы сидите и думаете, а может он мне написал, а может не написал, а откуда я знаю, а он у меня заблокирован, вот и все, вот я и не знаю, до свидания. И не надо сидеть и думать, а зачем он мне звонил, а почему он мне не звонил, а почему он мне позвонил, а зачем он мне написал. Вам что, не о чем больше заняться? Блокируйте их на три буквы и все. Для того, чтобы иметь здравый мозг в своей голове, чтобы иметь нормальный день и нормальное настроение и нормальненько себе чухать по жизни с высоко поднятым носом, чтобы все это было, вам не надо знать, пингует он вас или нет. Да пошел он! Пинг-пинг, блин, пинг-понг, кинг-конг этот. Пошел он на три буквы. Блокируем. Потому что, когда приходит это сообщение, что происходит, а? Происходит, что сердечко начинает постукивать, ай-яй-яй, прямо с гусиной кожей тело покрывается, бабочки тут начинают какие-то летать внутри. Нафига они вам, эти бабочки, с этим вашим уродом, который вас так обижал, унижал, оскорблял и предавал? Я не говорю, бабочки очень хорошо с нормальным мужчиной, с красивым, сексуальным, богатым, который вас любит и на руках носит. Ну, или даже не совсем он там может быть и сексуальный, и не совсем богатый. Главное, чтобы он был нормальный мужчина, который все равно вас должен любить и на руках носить. Это самое главное. А деньги там и все остальное, это такое дело. Вот. А вы чего? Чего у вас? У вас сердечко начинает стучать. Вот вы сидите и ждете, как он звонит вам раз в месяц. И вот от первого числа ноября до первого числа декабря у вас это сердце... А вдруг, а сегодня он позвонит. А вы на телефончик посматриваете. Так, почаще, чаще, чем положено. А вдруг он вчера вот написал, значит, он... Ну, значит, неделю не напишет, значит, может быть, и пять через неделю еще напишет. А вдруг он об меня волнуется. А спишет у меня, потому что он меня любит. А пишет у меня, потому что он жалеет, что он ушел. Полный бред. Точно. Это точно неправильное мышление. Я считаю, что вам писать, отвечать и смотреть на телефон не нужно. Вам нужно двигаться вперед. Вам нужно лечить себя, свою психику, свои эмоции. Восстанавливать свой эмоциональный баланс. Учиться доверять людям опять. Верить в чудеса. И так далее. И строить себя. Жить жизнь. И быть счастливой. А если вы будете постоянно смотреть на этот телефончик, то ни новых парней вам не будет хотеться, ни с кем не знакомиться. И никто вам не будет нравиться, кто, если с вами придумает познакомиться. Потому что у женщины, у которой есть вот этот пинг, у которой вот это вот где-то там половина энергетики, вот половина моего мозга находится вот там с ним. Пусть даже я его не люблю и вообще пошел он в баню, но мне же приятно. Вот он позвонит. Значит, он по мне думает. Нет, это значит, может быть, он жалеет, что он ушел и хочет вернуться. А вот я ему сейчас отвечу. Ты, козел, пошел ты. И вот я ответила, и сижу такая довольная. Я ответила. Ну, вообще, приплыли. Девочки, не отвечаем. Почему? Потому что, когда мы отвечаем, мы, значит, мы берем время из своего дня. Мы берем эти пять минут, чтобы открыть телефон, чтобы увидеть его имя, чтобы написать ему сообщение и отправить. Показать, как мы на него злы. Ну и что? Вот это то, что он хотел, он то и получил. Он посмотрел. Висит еще, Люся, на моем крючочечке. Ладно, через месяцок еще брянкну. Брянкну. И это. И пошел нарцисс вас жить свою жизнь, как ему хотелось, как ему весело и приятно. А вы сидите еще месяцок, вот, дергаетесь. Нафига он вам нужен? Зачем вам эти пинги, пинг-понги, кинг-конги эти? Нафиг они вам надо? Посылайте их на три буквы. Все. Вопрос закрыт. А вот я читаю здесь, конечно, кучу всяких комментариев. Меня тут присылают. Тут полные вилы. Полные вилы, девочки. Я вас всех прекрасно понимаю. Как хочет. Знаете, вот иногда люди пишут, что меня удивляет, что он продолжает мне писать, хотя я раньше мог спокойно, получив мой отказ, пропасть на полгода. Сейчас регулярно о себе напоминает. Меня беспокоит, что я начинаю подсчитывать дни, когда он в очередной раз мне напишет. Правильно? Это же и есть манипуляция. Как вы этого не видите? Это и есть манипуляция. Это и есть. Он это знает. Он знает, что он вас еще дергает. Он знает, что он мог раньше пропасть, а сейчас не пропадает. Он знает, что вы гадаете. Он знает, что он сидит. Он у вас в голове, понимаете? И вот он будет так. Хопа. Бринкнул. Хопа. Дзинкнул. Хопа. А вот она еще здесь. Ага. Хорошо. И понимаете, это такая манипуляция. Да, вот вы правильно говорите, силой мысли. Это не силой мысли. Он знает, как вы мыслите. Он знает, что вы за создание. Какой у вас там этот confidence, уровень самого выжжения, уровень самооценки. Вот. Понимаете? И он знает, чего женщина хочет. Он знает, чего вам хочется. Любой женщине хочется внимания. Вот. Но сегодня мы еще... Последняя тема. Перед тем, как мы закроем эту тему, будет последний один вот финальный пинг. Что это такое? Вот, мои дорогие, подошло время, а вы уже расстались с вашим этим нарциссиком. Уже он пошел, живет своей жизнью там где-то на этом, за кольцевой, да? Вот. Ну, пингует он вас. Ну, он так напишет. Ну, мы уже знаем, зачем он это пишет. Дернует тут, дернует там. А вдруг показать, что он волнуется. А вдруг он реально... Видишь, он все-таки добрый. Я же всегда знала, что он добрый. Вот он волнуется. Или иногда позвонит, например, с днем рождения. Напишет, с днем рождения тебе, дорогая. Вот, видишь, сразу вспомнились все дни рождения, которые мы вместе отмечали. Да, он был компанейский, он был весельчак, с ним было весело. Вот. Или, знаете, такое... Я скучаю по твоему телу, хопа, и у вас сразу это... Вся ваша сексуальность, зависимая ваша сексуальная вот эта красавица Камасутра просыпается и начинает по нему скучать. Он нам дает такие вот идейки, да? Такие... Где у вас всплывают воспоминания какого-либо рода. Ну, лучше всего, конечно, положительно. Зачем же ему, чтобы у вас всплывали негативные воспоминания о нем? Ну, в общем, не в этом дело. Дело в том, что это дело надо заканчивать. Негативный пинг – это когда вы закрываете эту тему раз и навсегда. Как я сказала, со своим Оскаром вы ходите со сцены. Это когда вы... У вас же все равно есть вот это, да? У вас есть обида на него, у вас есть на него злость, у вас есть какая бы там ни была эмоция, да? И я вообще всегда очень против эти эмоции хоронить. Очень против. Эмоции нужно доставать. Эмоции нам рождают стресс негативный, да? Нам это абсолютно не надо. Тем более еще вон. Если можно на нем проехать, то нафига мне эти эмоции внутри держать? Правильно? Для этого и существует финальный пинг. То есть, когда вы уже это дело поняли, вы уже двигаетесь вперед, вам это абсолютно не надо, вот, вы ему говорите. Знаешь, я рада, что ты позвонил. Он, да ты что, серьезно? Да, я очень рада. Знаешь, я не собираюсь тебе рассказывать, насколько замечательной у меня стала жизнь без тебя. Вот, но я тебе хочу сказать, знаешь что, ты, пожалуйста, мне больше не звони, потому что, потому что, знаешь, кто ты? Ты просто лох. Ты обычный мужлан. Ничего в тебе нету. Ни красоты, ни денег, ни размера вообще в тебе ничего абсолютно нету. Ну, знаешь, я была с тобой 10 лет. Ну, вот, за эти 10 лет спасибо и тебе, и мне. И все было нормально, но эти 10 лет в прошлом. Поэтому, знаешь, хорей тут за них цепляться за эти 10 лет или там эти 10 месяцев или еще что там. Двигай ты себе с Богом. Знаешь, что у меня к тебе нету никаких абсолютных эмоций, абсолютно никаких чувств. Вот, ты для меня пустое место, поэтому я твой номер блокирую. Ну, я вижу, что ты тут решаешь иногда мне тут позвонить, посмотреть, если я тут еще к тебе что-то там чувствую. Так вот, ты очень зря это делаешь, потому что глубоко ты заблуждаешься. Вот, меня это даже не раздражает. Это для меня просто пустое место. Поэтому послушай. После сегодняшнего разговора я тебя блокирую. Я желаю тебе всего самого-самого лучшего, всего того замечательного, чего ты считаешь, что ты достоин. Вот, поэтому флаг тебе в руки. Спасибо за звонок, больше мне не звони. До свидания. И все, и кладите трубку. То есть, но его нужно опустить. Его нужно. А, еще можно, вообще, как бы можно даже сказать. Ты знаешь, я эти 10 лет с тобой прижила. Но как был ты мудаком, так ты мудаком и остался. И любила я тебя. Чего я тебя любила? Понятия не имею. Зачем я тебе позволяла себя обижать, оскорблять и бить, и там еще что-то? Тоже не имею понятия. Но с этим я разберусь. Потому что в моих сейчас отношениях никто меня не обижает, не оскорбляет и не бьет. Вот. И все у меня замечательно. Ну, а ты есть как есть. Ну, жалко мне тебя. Ну, все. Вали. Понимаете? То есть, есть у вас эти эмоции к нему? Если они есть, скажите это. Да ты, да кто ты такой? Да ты пустое место. Ты только, чтобы поднять свой этот, тебе надо кого-то ударить. Тогда только у тебя это хорошо ты себя чувствуешь. Поэтому пошел-ка ты на три буквы. И скажите это. Прям текст. Все, что вам там наболело. Только не говорите это, как будто вам сейчас это еще болит. А как будто вот вы смотрите, ты знаешь, вот, не хочу тут перед тобой хвастаться, но не бьют меня и не оскорбляют. Замечательно у меня все. А ты просто лох. Да ты лох. А кто ты такой? Это лох ты. Педальный. Посмотрите. Не понравится ему это. Ну, не понравится, ну, просто. Ну, а какая вам разница? Вам не надо быть для него хорошей. Вам не надо, чтобы ему это нравилось. Вам вообще должно быть по барабану. Но ему это не понравится, так как вы просто оскорбите его достоинства. Вот это вот то, что он так пытается строить за ваш счет и за счет этой своей любовницы и всех остальных там любовниц. Вы это просто уничтожите одним махом. Да, то есть вот если он живет в вашем доме с новой любовницей, в вашем доме, да, ему не надо это говорить, какая ты сволочь, ты привел в мой дом любовницу и так далее. Вы наоборот ему скажите, да скажите, да ты лох. Ни дом, ни молодая телка ничего тебе не поможет. Ничего тебе не поможет. Мне и в моей однокомнатной квартире замечательно. И знаешь что? Меня не бьют. И меня не изменяют. И меня не оскорбляют. Я счастлива. И счастья тебе желаю. Тебе того же. Радуйся. Не сможет он спать. Понимаете? Вы ему так, вы его просто красиво просто опустите. И пинги будут, будут. Но только не сразу. Где-то через полгодика, может, даже годик еще услышать. Но знаете что? Он эту любовницу свою достанет вот этим вопросом. Ты думаешь, что я ничто? Ты думаешь, я никто? А я вообще хоть чуть-чуть красива? А я вообще хоть это? А ты меня любишь, да? Вот. А я достойен любви, правда? Скажи же мне. А он достанет всех остальных. Потому что вы его опустите. Вы найдите вот тот вот его самый уязвимый, да? Вот этот самый его вот этот комплекс. Или это секс, или это внешность, или это мускулы, или... Или там, знаете, у меня тоже, он тоже там каждый день в зал ходил заниматься и так далее. А я ему как-то сказала, послушайте, тебе надо больше кушать. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что, он говорит, у меня же метаболизм такой хороший. Я говорю, ну так ты же не забывай, сколько тебе лет. Так, смотрю на него. Вы бы видели его лицо. Вот. Также вот найдите слабое. И вот эта слабая таким копьем, таким царским копьем раз, посадила, и въехала, и ушла. Пускай думает, пускай парится, пускай других пингует. Вам не надо пинг-понг вообще. Вот, пинг-понг тоже мне. Девочки, поэтому забывайте вы своих этих нарциссов. Не отвечайте вы на эти месседжи. Ничего. Один раз. Если у вас с ним общие дети, скажи, хоро мне писать. Давай, встречаемся, обсуждаем расписание, обсуждаем там деньги, то-се, диету ребенка и так далее. Один раз обсуждаем. Если ты что-то не понял, ты тогда идиот. Если ты идиот, то я не могу тебе доверить несовершенного летнего ребенка. Так ты собираешься со мной сотрудничать в этом плане, или ты будешь мне здесь свои эти коней показывать? Потому что у меня ни на твоих коней никакого времени. Вперед. И меня ты не достанешь больше манипуляцией детьми и то и все. Хочешь детей брать на неделю? Бери, я пойду на свидание. Хочешь на сколько? На месяц ты хочешь детей? Бери на месяц. Я поеду в Турцию. Забирай. А не надо тебе? Да не надо они ему, эти дети. Понимаете? Он этими детьми только вас, вот это дергает вас, чтобы это самое, чтобы... А так ему скажешь, делай, что хочешь. Ребенок вырастет. Ребенок сделает, сформирует свое мнение уже, знаешь, сейчас мне все равно, что ребенок думает. Мне сейчас важно, что ребенок чувствует. Если ты, если у меня и дочки с тобой нехорошо, она придет домой, она мне это скажет. Ну и так и все. Девочки, для этого есть милиции, суды. И для этого есть... у ребенка будет право принять решение 18 лет самостоятельно. Не кладите вы свою жизнь, не разрушайте вы свою молодость вообще из-за всего этого вообще. И не делайте ни нарцисса, ни ребенка, не ставьте выше себя. Хочешь, что этого ребенка на неделю бери, ради бога. Я поеду в Турцию съезжу. Тут же он заболеет, тут же он не сможет забрать ребенка. Привезет он этого ребенка вам обратно с голубой каемочкой, понимаете? Не ведитесь на этот бред, на все эти базары, что они там вам втирают. Это все левые базары. Это все развод. Абсолютная ложь и манипуляция. Еще одна последняя манипуляция. Скажете, права я или не права. Ну, допустим, вот у вас подходит выходной, где вы, как бы, свобода у вас, да? Ребенок должен провести выходные с отцом. Вы уже, может быть, собрались на свидание. Ну, так как мы знаем, первые, ну, эти все свидания после нашего нарцисса нам не особо, как бы, и хочется. Ну, как бы, вроде как и надо. Ну, ладно, сходим. Ну, хорошо, тут вдруг мы обмолвились вашему нарциссу, что, ну, допустим, у вас планы есть на вечер, да? А вот. Ну, лучше, конечно, сказать это, допустим, он это узнал уже постфактум, когда ребенка он забрал. Хорошо. Вот вы, например, узнаете, что он узнает, что вы идете на свидание. Ну, что вы думаете, нарцисс делает? Ну, что? Он позвонит вам и скажет, или что-то случится, или ребенок заболеет, или ребенок упадет, или ногу сломает, или куртку порвет, или еще что-то. Он сделает все для того, чтобы испортить вам вечер. Ну, все. И если вам нарцисс звонит, вот вы уже накрашены, собираетесь выходить. Вот звонит вам нарцисс и говорит, только что вот Машенька плачет, она так хочет к маме, я не могу ее успокоить. Она упала, разбила коленку, она плачет, хочет к маме. Я ее к тебе везу. Это он вам говорит, факт, я ее к тебе везу. Ну, что вот вы будете делать? Ну, конечно, вы скажете, ой-ой-ой, да-да-да, моя доченька, моя, моя это, моя доченька, вези. Приезжает там у этой доченьки царапинка такая, что, боже милый, и все. И пошел по боку ваш этот вечер. Ну, а вы, в принципе, не особо жалеете, потому что, как бы, не особо вам и хотелось идти, да. Но не в этом дело. Дело в том, что вы должны решать, идти вам или нет, независимо от царапин дочери и манипуляции нарциссом. А сделаю это вам все только для того, чтобы вам испортить выходной. Вот и все. Вот. Хорошо, пинге, такое дело. Мы уже это с вами обсуждали. Забыли и проехали. Вот у тебя ребенок по средам и пятницам, или там каждый второй уикенд, с пятницы я уезжаю, там, в пятницу в пять вечера, чтобы ребенок, ты уже был у ребенка, забирал его. Не приедешь в пять, с пяти до шести не приедешь, нифига, не увидишь до следующей пятницы. До свидания. Пошли они. Что вы им даете командовать своей жизнью? Нет у них там столько этих прав. У них есть слишком много пафоса, покричать, руками помахать, там, пооскорблять вас. Почему? Потому что они знают, что на вас это действует. И вы начинаете беситься и там это, вставать в позу и кричать и так далее. Ну, что, поорал? Не знаю. У тебя сегодня такое настроение, может, тебе не надо сегодня дочку брать? Пойди успокойся. Вот. Перезвони, если тебе что-нибудь, если тебе плохо, перезвони, дай мне знать. Включайте дурку, девочки. Включайте свою актрису великолепную, свою красоту, свою молодость, свою женственность, своим. Это все включайте и играйте эту роль. Вы же знаете, как их, чем их можно побить, как их победить. Вы же знаете. Смотрите мои видео, смотрите, там еще куча разных всяких видео есть. Как победить нарцисса? Никому не позволяйте себя пинговать. Вот. Удачи вам, оставайтесь счастливыми, одевайте улыбку на лицо, корону на голову, нос кверху и вперед. Пинги тоже мне нашли проблему. Всего доброго. Я вас люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok